Что будет, если смешать Форсаж, Джуманджи, Индиану Джонса и Не время умирать? Кто-то скажет, что получится сплошной винегрет жанров и клише из совершенно разных фильмов и киностилей. Но на самом деле у этого винегрета есть вполне себе звучное название, и имя ему – Красное Уведомление. Блокбастер от Netflix еще на этапе анонса произвел фурор, благодаря своему мега-звездному актерскому составу. Но смогли ли Райан Рейнольдс, Галь Гадотт и Дуэйн Джонсон подарить зрителям что-то новое? Будет ли у фильма продолжение? И какие приятные пасхалки нам оставили сценаристы? Здесь и сейчас мы поделимся своим мнением о Десятом Форсаже, а заодно расскажем вам, при чем он тут вообще. Так что присаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. Сюжет Красного Уведомления до банальности прост. Есть супер-пупер крутой набор артефактов, за которым охотится Альфа-вор в исполнении Галь Гадотт. Помешать ей должен следователь и надмозг Дуэйн Джонсон, компанию которому составляет бета-вор Райан Рейнольдс. Звучит все до боли знакомо, однако, как ни странно, у фильма есть в запасе пара-тройка моментов, которые точно удивят вас. С общей сюжетной точки зрения история подана красиво и интересно. Фильм не скучно смотреть, а финал позволяет окончательно раскрыть героев со всех сторон. Да что уж там говорить, если одним из продюсеров картины является сам Дуэйн Скала Джонсон, который, к тому же, еще и успел пару лет назад организовать собственную кинокомпанию, которая также ответственна за выход Красного Уведомления. В последнее время парень частенько выступает в роли продюсера своих проектов, в связи с чем и качество таких фильмов довольно высокое. Netflix один из главных поставщиков годноты в наши дни. Не так давно отгремела игра в кальмары, теперь вот Красное Уведомление. А еще 7 ноября на стриминге состоялась премьера Arkane, о котором мы вам уже рассказывали. Это мультсериал, созданный компанией Riot Games. Да-да, это те самые ребята, которые создали League of Legends. Но Arkane это абсолютно самостоятельный проект, для понимания которого не нужно разбираться в лоре игры. В этом трехмерном сериале великолепная рисовка, что радикально отличает его от других современных мультфильмов. А ведь там есть еще и крутой сюжет. История взаимоотношений двух сестер Вай и Джейс полна экшена, захватывающих и драматических событий. Действие происходит на границе между двумя неразрывно связанными городами Рунтерры, неблагополучным Зауном и богатым Пилтовером. Хрупкое равновесие нарушает изобретение Хэкстека, технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию. Кстати, в честь выхода сериала Riot Games решили устроить настоящий праздник во всех своих играх. В League of Legends большое обновление предсезона с новыми драконами, предметами и рунами, оформление карты в стиле Arkane и подарочные образы из сериала. В Wild Rift для телефонов все чемпионы на время бесплатны. Добавились персонажи Джейс и Кейтлин, игровое событие с призами. А в шутере Valorant бесплатный боевой пропуск Riot X Arkane с тематическими наградами и новый крутой агент Чембер. В общем, скорее переходите по ссылочкам в описании, чтобы оценить сериал Arkane и обновления игр. Что касается сравнения с «Форсажем», то тут все просто. «Красное уведомление» официально никак не связано со вселенной «Летающих машин в космос» под руководством Вина Дизеля. Однако эти фильмы феноменально похожи. Взять даже всю главную троицу актеров, которые снимались в «Форсаже» или его спин-оффах, как в случае с Рейнольдсом. Даже героя «Скалы» здесь чаще всего зовут Харт, что довольно созвучно с Хоббс. А персонаж Рейнольдса всячески подкалывает его и называет братаном, что уже было в спин-оффе «Форсажа». И думаете, на этом схожести двух франшиз заканчиваются? Как бы не так. Лично мы насчитали в «Красном уведомлении» как минимум две почти полностью скопированные экшн-сцены, которые будут знакомы всем фанатам «Форсажа». Во избежание спойлеров показывать и говорить о них мы точно не будем, но лишь отметим, что одну из них вы легко найдете в четвертом «Форсаже», а другую в пятом. В остальном же оба фильма похожи по типажам своих главных героев, общему настрою картин и куче антифизиковых моментов, от которых любой технарь будет рвать на себе волосы. Но в то же время это весело и не вызывает рвотных позывов при каждом слове «семья». Здесь, кстати, эта тема тоже широко исследуется, но не так, как во франшизе «Быстрых и яростных». А вот пасхалок и отсылок тут довольно много. Как мы уже сказали ранее, есть целые экшн-сцены, слизанные из «Форсажа». Кстати, даже самого Вина Дизеля в фильме один раз упоминает персонаж Рейнольдса. Интересно, а как при этом можно объяснить существование фильмов с участием Вина и «Скалы» в одном кадре? Обязательно напишите об этом свое мнение в комментариях. Появляется на экране и бренд «Виски», принадлежащий в реальной жизни самому Райану Рейнольдсу, который может быть известен многим по забавному ролику с Хью Джекманом. Есть и крутое камео одного из самых известных музыкальных исполнителей, но этот момент вам лучше самим увидеть. Ну и, конечно же, куда же без киноотсылок? Тут за них по традиции ответственен Райан Рейнольдс, что, опять же, невольно отсылает нас к Дэдпулу. Так парень один раз упоминает парк юрского периода, а в нужный момент насвистывает за главную тему из «Индианы Джонса». Большим плюсом красного уведомления, конечно же, служит его актерский состав. Но если вы по какой-то причине ждете от этого шпионского боевика такого же накала эмоций, как от недавнего «Не время умирать», забудьте. Просто посмотрите первый трейлер и поймете, что «Скала» здесь ничем не отличающийся от его же собственных образов в Джумандже, Рампейджи и всех форсажиках. А Рейнольдс тут все тот же шалунишко Дэдпул, с его же образом болтливого телохранителя и агентом Локом из Хоббса и Шоу. Ну а Галина, как всегда, прекрасна. Тут образ воительницы Дианы слабо прослеживается, но на замену «Чудо-женщине» легко приходит Жизель из того же «Форсажа». Все троицы великолепно справились со своими ролями, поскольку они были прописаны именно под их традиционные образы – дуболома с харизмой, соблазнительного шута и боевой девушки модельной внешности с кокетливой улыбкой. Любого из этих трех типажей вы найдете почти в каждом фильме «Скалы», «Рейнольдса» и «Гадот». Плохо ли это? Хм, решать уж лично каждому зрителю. Но вот мы в жизни не будем ругать Дуэйна за то, что он Дуэйн, и не будем ждать от него оскароносного погружения. В конце-то концов он не какой-то там Дейв Батиста, который при стопроцентной внешности дуболома пытается играть на серьезных щах в серьезном кино. Но это все тот же дуболом Батиста. Вторым гигаплюсом красного уведомления для нас стала картинка. Визуальный стиль фильма просто супер. Картинка часто меняется благодаря разнообразным локациям, так что запертые по домам зрители могут с удовольствием совершить кинопутешествие, сидя прямо на диване. Причем в последнее время большая часть проектов от Netflix выглядит и вправду невероятно качественно. Конечно, почти над каждым фильмом или сериалом работают разные студии в разных частях планеты, но это не отменяет того, что все они по итогу выходят под брендом Netflix. Тот же Тайлер Рик ничем не уступает жестокости Джону Уико, красное уведомление своим видом и графонию, форсажу, а аркейн рисовки Pixar. Известные киностудии постепенно сдают свои позиции. И ставьте лайк, если тоже это заметили. Впрочем, без минусов в красном уведомлении не обошлось. Очень часто в этом блоке мы отмечаем отсутствие музыкального сопровождения косяки с графикой или малоэкранное время актеров, но не на этот раз. Новинка от Netflix смогла удивить нас своим обилием киноляпов и ошибок. К сожалению, без сильных спойлеров об этом не рассказать подробно, но просто поверьте, что вы и сами заметите лобовые киноляпы. Но пара-тройка моментов была уже в самом трейлере фильма, поэтому о них мы можем говорить спокойно. По сюжету персонажи Рейнольдса и Скалы в какой-то момент окажутся в русской тюрьме. Знающие зрители, которым уже стукнуло за 25 при этих словах, могут съежиться в кресле, вспоминая тысячу и один иностранный фильм, где русские говорят со странным акцентом и обязательно носят ушанки, а все надписи выполнены гугл-переводчиком при помощи головки пальца ноги. Казалось бы, подобная практика ушла в прошлое. Стоит только вспомнить Алексея из очень странных дел, который шпарил по-русски так, словно еще вчера ходил на завод в Челябинск. В общем, в последнее время в Голливуде вроде бы стали нормально изображать русских, но в красном уведомлении внезапно случился регресс лет эдак на 20 назад. Шапки-ушанки? Есть. Странные надписи при помощи всех согласных букв алфавита? Есть. А еще двух американцев каким-то боком засовывают в русскую тюрьму, где заключенных вместо всина охраняют омоновцы. Что?! И это мы лишь прошлись потому, что было показано в трейлере. То есть западный зритель увидит в 20-минутном моменте с пребыванием в русской тюрьме просто одну забавную экшн-сцену. Но наш зритель будет нескончаемо ловить фейспалмы и угорать над киноляпами. Кстати, в одном из моментов на экране даже несколько раз появляется лицо одного известного отечественного политика. Но кто это, мы уже оставим за кадром. И думаете, на тюрьме киноляпы заканчиваются? Да как бы не так. Все в том же родненьком стиле антифорсажной физики в одном из моментов герои экшена ради решают взорвать гранату в столетней подземной шахте. И не подумайте, что это спойлер, просто отметьте про себя этот забавный момент при просмотре. Ну а уникальные надписи будут сопровождать героев повсюду, что лично мы уже восприняли как шутку над зрителями, поскольку, ну, нельзя столько раз косячить, причем в разных локациях и с разными языками. Сиквел фильма пока не объявлен, и ждать его анонса стоит не раньше, чем Netflix объявит о многонедельном лидерстве красного уведомления в своем топчике. Но финал фильма довольно открытый и прямым текстом намекает на возможное продолжение истории. Правда, в отличие от бюджетненьких игр в Кальмара, затраты на производство фильма «Скалы» составляют около 200 мультиков, что является рекордом для стриминг-платформы. Да и вообще 200 лимонов зеленых — это такой стандартненький бюджетик для проектов Marvel. Все их последние фильмы, включая «Сольник Наташи», «Шан-Чи» и «Вечных», имели затраты ровно в 200 миллионов долларов. Поэтому глупо отрицать, что фильмы на Netflix как-то хуже или слабее своих более известных конкурентов из Disney или Warner Bros. Просто каждому хорошему проекту нужен правильный продюсер и кинокомпания. А после недавно возобновившегося конфликта Дизеля и Джонсона, нет сомнений, что «Скала» будет всячески стараться светиться в других проектах, ну, помимо Хоббса и Шоу. Так стоит ли вообще тратить свое время на просмотр новой части «Форсажа»? Учитывая то, что в кадре мелькает лишь одна лысая голова и официально фильм никак не связан со вселенной летающего «Вина Дизеля», наш ответ — да! И как минимум из-за того, что «Красное уведомление» — это развлекательное попкорновое кинцо, прекрасно справляющееся со своей ролью. Да, не идеально, но с кучей клишей и банальной завязкой историй. Но смотрится все это на одном дыхании, и после последнего кадра вам с нетерпением захочется ждать продолжения этой прикольной картины. Так что смело можете запасаться вкусняшками на эти выходные и потратьте два скромных часика на свежую новинку от Netflix, вы не пожалеете. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok